Здравствуйте, уважаемые господа! С наступившим вас новым 24-м годом! Желаю вам побольше здоровья, быстро и качественно решать все ваши задумки, идеи, и чтобы всегда были с вами близкие рядом. Ну а все остальное, как говорится, приложится. Ну а сегодня у нас на обзоре Сапсан из коробочек Танчик. Да и вообще, не только из коробок, он уже везде побывал. И продавали его, и в акуционе он был, и куда только его не запихивали. И вот уже запихнули его в новогодние коробочки. Попросили, я делаю обзорчик на данный Танчик. Как по мне, господа, это, наверное, одна из самых красивых восьмерок в нашей игре. Но просто он с загляденья. Давайте броню посмотрим. Хотя всем уже известна броня ИСа-3. Тут она точно такая же. Щучий этот нос. Нижний лист 110 мм, но хорошая приведенка в районе 220-230. Если Танчик высокий, и он смотрит на ваш нижний лист, то лучше туда вообще не смотреть. Броня там очень хорошая. ВЛДшка. Тут она вся 130-110 мм. Приведенка в районе 200-230 в некоторых местах достигает. В принципе, броня неплохая. Если прямо уж так наобум стрелять. Ну, все-таки высокие уровни пробивают ВЛДшку. Очень даже легко. Башка тут довольно-таки бронированная. Тут маска у него хорошая. Сама небольшая. Вся такая покатая башня. Но есть одна уязвимая точка. Как бы не то, что точка, а зона даже, я бы сказал. Это крыша. Тут 20 мм. И сюда залетает все, чтобы вас не летело. Ну, само собой, если вы попадете в эту крышу. Если Танчик там стоит чуть выше, то попасть, конечно, можно. Но уже сложно. Рычков таких вот, чтобы прям ярко выраженных у Танка нет. Только лишь вот можно в крышу его пробить. С борта башня тоже невысокая. Маленькая. 110 мм. Хорошая проблёнка. Под 160-170 мм. Корпус тоже невысокий. Хороший. Прям все такие призимистые формы. Мне прям очень сильно нравятся у советских танков. Имеется фальшборд. Сюда стрелять нет смысла танку вообще. Только лишь в гусеницу. Тут 20 мм. Конечно, пробивается легко. Можно ставить ромбик. Ромбиком танчик неплохо танкует. Но если только не подставлять доти скулы. Сюда, конечно, залетает. Ну, вроде как по броне тут все сказал. Ну, я говорю, все уже знают броню этого. ИСА, ИСА-3, СМЗ, САПСА, они все одинаковые по сути. Оборудование. Вроде как все стандартненько поставил. Вентилятор, стабилизатор и турбинку. Как по мне, неплохая сборочка. Ей можно пользоваться вообще на любых картах. Полевая модернизация. Конечно, прокачанная. Тут 1, 1, 2. Параметры. Обзор 405 метров. Ну, не бог весь какой. Все-таки тяж советский 8 уровня. Обзорчик какой-то да имеется. Ну, небольшой. С мобильностью все очень даже хорошо. 11,8 удельная мощность двигателя. Максималка 45 вперед. 18 назад. Танчик очень мобильненький. Прикольно на нем кататься по картам. Можно менять дислокацию. Что на тяжелом танке не всегда, конечно, это удается. Но вот на САПСАНе это делать реально получается. И это хорошо. По хпшкам 1600. Вполне неплохо, как для советов. Конечно, не немец. Но все равно 1600 это неплохо. И орудия. 390 разовый урон. Пробитие 221. Все это тоже нам известно. И тут, конечно же, система дозарядки. Точнее, она как бы обратная дозарядка. То бишь, первый снаряд заряжается очень быстро. За 10 секунд. А последний заряжается прям очень-очень долго. За 16. И тут, в принципе, нужно всегда в голове держать. Так, лучше разрядить весь барабан. И в крайнем случае, работать всегда первым снарядом. Так ДПМ будет максимальным. Ну и полная перезарядка, как вы видите, 40 секунд. 3 секунды между выстрелами. И 3 снаряда в барабане. Углы, конечно, вертикальной наводки оставляют желать лучшего. Минус 5, плюс 19. Это просто боль во многих местах. Ну, что сделаешь. Нужно привыкать. Время сидения 2.7. Разброс 0.39. Да, конечно, параметры далеки от идеала. Но, если честно, танчик вполне так и стабилизированный. И можно иногда даже вертухами стрелять и попадать. Но тоже не всегда, конечно же. Среднего урона не так-то уж и много. 2190. Ну и самое интересное, это его скорость поета снаряда. Основной подкалибр летает просто запредельно. 1400 метров в секунду. А голдовый кумулятив практически в два раза меньше. 820 метров в секунду. Если миксовать в одном бою идти и другие снаряды, то нужно, ну, прям привыкать. Если давно не играли на нем, то нужна такая сноровочка, знаете. Привыкнуть, когда снаряд просто моментально летает. И когда он просто как срогатки выпущенный. Тоже об этом нужно помнить. Так, ну вот такие параметры данного танчиса. Еще раз скажу, просто загляденье. Я его очень сильно хотел. Я хотел его превыше всех танков, которые имеются в этих коробочках. И, слава богу, он не упал. Так что, спасибо. Ладно, поехали в бой. Надеюсь, что-нибудь сегодня будет интересненькое показано. Ну, конечно, сервер пустоватый. Не совсем уж и пик. Да и тем более, сейчас в новогодние эти праздники мало все-таки народа играет. Ну и первый бой с десятками. Ну и, конечно, не есть хорошо. Причем еще и устричный подлив. Вообще вдвойне нехорошо. Придется постоять, наверное. У них Бадгер. У них Конь, Прагетто. Такие прям серьезные ребятки. Так, давайте, наверное, сюда подъеду. В первую очередь. Ну вот только-только вот сюда подъехал и зарядился весь барабан. Долго, долго. Ну а что сделаешь? Может быть, кто-нибудь проскочит. Но вряд ли я успею кумулятив свой пристроить. А возможно, даже никого и не засвечу. Французик. Только мне здесь его не видно будет, да? Да, там камушки, камушки. Коник уже там. Ух ты, как же быстро убили К-91. Просто моментально. Хотелось бы, конечно, по верху проехать, там этим пострелять в корму, но отсюда его просто разберут, наверное, за секунду. Там с 5-го, там с 5-го, 6-го квадрата. Ну там еще и Бадгер подъехал. Ух ты, подарочный. Без сводки надо фигачить. Эх, жаль, второй не пошел. К-91, ты пропустил свой дэмэдж. Ну, хоть не получил, уже хорошо. Куда-нибудь уехать. Там уже Линкс кошмарит наших на базе. А что, ФШБ? Нет. Вроде живой. Ну, а почему ты не приедешь и не поможешь артоводу? Я не понимаю, на своем ФШБ... Он, видимо, его даже не видит просто в упор. Ух ты ж. Это я не вижу ничего в упор. Хорошо прострелило меня. Ну, все, сейчас оно будет меня контролить. Куда я попал? Куда я стрельнул, точнее? Да, в смысле? Это сейчас что было? Просто насквозь два снаряда пошло. Это как вообще понимать? Хотя бы сейчас запихнул. Отомстил. Бадгеру. А мой Икс что-то ошибается. Совсем. Совсем. Надо бы как-то с Бадгером разбираться. Пока он не уехал. Нет, но с Бадгером разбираться, конечно же, надо. Но сложно. Все-таки танчик десятого уровня. И даже кумулятивы его не пробивают так легко. А он-то меня Лизи простреливает. Если бы вот этот вот бы чебурек мне помог бы на 50 ТП. У меня не опускается пушка, понимаете, на него. Но уже как бы и не надо. Он уже в сейве. Но он просто поехал туда и умер. Еще одно. Да это чё, коллизия какая-то? Или как? Или где? Или за что? Почему так? Вроде стреляешь в танк, а куда-то оно летит непонятно. Желательно бы два бы зарядить снаряда, чтобы точно хватило на Бадгера. Ух ты! А ты чё у нас, прога? Вот это печально. Очень даже. А вафля будет сегодня. Идиотины! Да неужели? Давайте расстреливать. Я его танканул. Молодец вафля. Ну с десятками. Долака. Ну как-то по Бадгеру летели снаряды. Просто интересно вообще. СТРВ я под калиберами никогда не пробью. Влобешник. А как ты мне засветил? А, СТРВ. СТРВ на базе стоит. Вот тут очки. Да не. Просто тыкни отсюда. Ну ладно. По результатам, конечно, не очень хорошо. Всё-таки с десятками против Бадгера было сложно воевать. Но так или иначе, пятый по урону. И не так-то уж я и оторвался от фаша бы, от борща. Нормально. И что у нас по фарму? 114 тысяч. Ну это я ничего не подключаю сегодня. Так, чисто на голом танчике. На према-каунте покатаю. Рыбацкая бухта. Восьмёрки, две арты. Ага. Так, 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 так. Ненавижу эту карту. Вообще. Тут непонятно. Всё-таки хотелось бы под калиберами пострелять. Но прекрасно понимаю, что... Никого я, скорее всего, ими легко пробивать не буду. Ну попробую пострелять под калиберами. Зарядил сюда 16 на 12 снарядов. В принципе хватает. Что тех, что других. Даже там на тащунские бои, на долгие, на затяжные, в принципе, хватает. 16 под калиберов и 12 кумулятьёв. Ну катается он просто вообще, как и средний танк. Возможно, кто-нибудь подсветится на центре. Может, подцелить кого-нибудь. Где-нибудь здесь. Ага. Зацелили уже меня. Ну это я слишком поджался сюда. Угу. Коричневый ублюдон уже тут очки. Ух ты, Та-92. Как же ты хорош. Замечательно. Играешь. Хорошие ЛТ и конкурсы весёлые. А ну они давят. Первую, вторую линию. Печально, конечно. Да, это был. ЛТ. Гусеница сбита. Пока не чинюсь. А мне здесь арта прострелит, да? Да. Очень хорошо она здесь простреливает, эта мразь коричневая. Ну они все красным горят. Тут ничего не подпишешь. Не. Никого я под калиберами здесь не пробью. Ни ТСТ, ни АМХ, ни Са-3. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница сбита. Движение невозможно. Ого же мой. Гусеница восстановлена. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Не, это вообще просто затильтили вот эти два ушлепка. Молодой отвлекся от меня. Но он все равно горит. Рыжим. Нет. Никак не пробить. Не хватает пробития. Вообще, как будто фугасом каким-то стрельнул, блядь. Так, че я мучаюсь? Заряжу я уже в эти поганые кумулятивы, да и все. Ну пока что бой просто великолепный. Обожаю такие бои. Вчера я играл 10 боев со средним 3000 урона. На видео показываю бой с нулем. С восьмерками. На боссанной карте. Классика жанра. Вот это уже поинтереснее, но и это меня паскуда пробило. Все, отдыхаешь. Дозарядить второй и выйти убить деда. Если он меня, конечно, первым не убьет. Ну куда ты вы ехал? Ой, добирайте его. Молодцы. Глянь, че творит. Глянь, че творит убожество коричневое. Чтоб ты помойка забыла быка зарядить в следующий бой. Ну у меня сейчас коричневелое убьет. Собака. Попробовать Борьку наказать. Так, мы хотя бы Борьку наказали. Т-103 на базе стоит. Просто на базе. С таким настроением садился делать обзор на один из самых своих любимых танков восьмого уровня премиумных. Ну и вот тебе, говорит, сел делать обзор, пожалуйста, страдай. С полторашкой среднего урона. Ммм, 1700. Найс. Прям, ммм, все зелененькое, желтенькое. Химмельсдорф. С девятками. Ну, по идее, по идее. Может быть что-то интересное получится. А он прям едет что ли? Подожди, а у нас никто не едет в Банан. Это что такое вообще? Это как? Как это понимать вообще? Вы посмотрите на это. Это нормальные, нет? Вообще игроки. Как по мне, по-моему, это вообще какие-то... Идиоты. Это опять ноль урона. Мне тут никто не поможет. Командир контура, видимо, снижено. Ну все. Вот и все. Боже мой. Я балдею. Я балдею. Ни одна идиотина. Ни одна. Пошел вон. Ну все, сейчас он меня просто спалит. Да, я просто сгорел 75 урона. Не, ну как от этого может не гореть, я не понимаю. Просто один танк поехал в Банан. На этой карте куда еще ехать? На Тартозе, на том же самом. На том же самом Лорейне. Куда тут можно поехать, кроме как Ни Банан? Мы бы просто бы этот бой выиграли. Просто изи. Он победный. Но так мы, конечно, его проиграем. Не, ну я, конечно же, с уважением, я извиняюсь. Ну, как это вообще вот можно было? Ну, ну, ну как вообще? Просто. Вот они. Вот они. Вот они молодцы. Вот он, молодец. Ну, ладно. Так, я думаю, наверное, еще боечек один скатать, чтобы прям конкретно уже понять, что сегодня зря я зашел в помоечку поиграть. Прям тяжей-то, смотрите, насыпало. Прям насыпало. Ну, не знаю. Попробовать зарядить сейчас подкалиберы. Может быть, прокаточку пострелять. Буду стоять около этой площади. Ну, не площади, а вот в этом райончике. О, а ты куда такой, молодец? Выперся. Ладно, пойдет. Пойдет. Пойдет, пойдет. Два дал. Нормально. Там можно, по идее, пробить его. В ЛДшку. Но пока не буду. Пока не буду. Да, да. В меня постреляй. Молодец. Черт. Ну, надо было ждать. Ну, а этого я уже не пробил. Так легко. Давай подальше, подальше. Оп. Ну, и по Сапсанчику надо дать. Отлично. Еще и на гусельку поставил. Нормально стреляешь. Так это мне ВК пробил, да? ВК, значит, пробивает. Ну, он хорошо стоит. О, отлично залетело. Так, там этот Драккар стоит. Во, хорошо. Фугасик, амова. Арта Бебер. Или кто это? Да, Арта. Арта убожества его. Сняла. Эх. У меня еще один есть. Давай, вылезай. Давай, давай. По-любому сейчас пробьешь. Голдой же херачишь. По-любому моя броня поддастся. Опа-поп. Давай, давай, еще. Еще маленечко, еще. Да блин. Выше пошло. Залетело. Да, ну, само собой не залетело. Но тут он сейчас уже более открыто стал. Шотный танк, неубиваемый танк. Это же закон джунглей. Ты что, поедешь что ли? Серьезно? Ну, просто поехал. О, ну, здравствуйте. Утконос. Так, надо ехать давить. Зелень наша. Емелька, здорова. Как дела? Как погода, азаза? Нормально. Спасибо. Уйди. Уйди, пожалуйста. Я тебя пропущу. Едь. Езжай, езжай, езжай. Короче. Ну, вот такие бои, понимаете, господа, у меня были вчера. Плюс-минус. Ну, приятнее же такие смотреть. Согласитесь. Намного ж приятнее. Надо было подождать одну секунду. Но я уже думал, что не успеваю. Давай. Стреляй. Давай. Бей меня полностью. Все, разменялись мы с тобой. Нормально. Плюс-минус одинаковая альфа. Вот это мне уже нравится. Это за все страдания мои. Ну, думал, гадал. Вдруг попаду. Ну, нет. Да ты, конечно, 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 конечно пробьешь. Давай, вертушку. Почти. Оп. 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 Танцую, танцую. Мой Сапсан танцор диско. Никто не может ЛТ убить. Насколько же он имбовый, это 4-3-2. Я, я балдею. Так. 4-800. 15-1 счет. Нормально. Текс. Ну, что мы здесь имеем? 4-800. 1300 опыта. Даже по 6-370. 150 чистыми. Ну, неплохо. Неплохо. Вот этот бой, он хороший. Такие и должны быть бои на этом Сапсане. Что я сегодня за 4 могучих боя имею? 2-500. Это плохо. У меня на нем 2-760 среднего урона. Сейчас скажу, за сколько боев. За 46 боев. Сегодня, значит, я поиграл похуже, чем обычно я на нем играю. Но все равно, хотя бы последний этот бой, он более-менее вытянул меня из этой ямы. Безумие. Ну, в принципе, что я могу сказать о танчике? Я его хотел, я его получил, я от него просто в восторге. Да, конечно, бывают бои, как вот эти вот первые 3. Ну, все, это на любом танке может быть. Но то, что он реально доставляет удовольствие, это факт. Это его дозарядка обратная. Ну, я просто очень давно хотел поиграть на подобном танке. И сейчас это мне удалось. И я как и думал, что он мне понравится. И он реально мне понравился. Танчик не просто визуально прекрасен, он еще и по геймплею очень даже хорош. Но пушка, как вы сами видели, хоть она и долго сводится, она такая прям неточная. Но если сведешься, вроде как летит неплохо. Ну, иногда тоже и вертухи проходят. Броня. Ну, по броне, честно могу сказать, на троечку. Он танкует. Редко, когда что-то там вы сможете прям в нужный момент танкануть. Чаще всего это от балды получается. Там едешь-едешь, пумс, танканул на 700 от какой-нибудь девятки-десятки. Ну, а в основном будет вас уничтожать, как в первом, втором, третьем бою меня. Просто расстреливали и не смотрели на броню могучего ИСа третьего. Давайте сейчас посмотрим еще один боечек. Я его вчера сыграл, кстати, из той сессии на 3000 среднего урона за 10 боев. И там он реально боечек прям годненький. А, давайте еще откроем контейнеры. Сейчас купил еще 4 штучки. Все золото практически потратил. Хочу выбить Турченинова. Выпал ли он? Спасибо, конечно, большое. Он мне нафиг не нужен. Так, давайте сейчас разгрузим малеха такими. Откроем штучек 29. Ну, так что у нас тут день према. Хороший демонтажный. Спасибо, нормально. Так, еще десяточка. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Но здесь поскуднее. И еще девяточка. И это 3 дня према. Неплохо за 9 коробочек-то. Вообще прям давайте со сказочного начнем. Что здесь у нас? 100 золота, как всегда. Танчика нет. О, 1000 золота, кстати. Неплохо. Половина коробочек уже отбилась. Давайте на отечественной сейчас. Переключимся. Давай отечественной, давай. Танчик мне. Нет, не танчик. 250. Ну, хотя бы не сотка. Давайте восточной. С восточной, кстати, больше всего мне летело в этот раз. Танчусов. Так, 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 так. 250. Это что, получается 1500. Практически отбил 2000 золота. Ну, неплохо. Ну и давайте последнее. Рождество. Танчиса нету. 100 золота. Самая поганая коробочка получилась. Ну, что, 1600 золота. В принципе, минус 400. Неплохо, неплохо. Хотя бы так. Ладно, давайте уже посмотрим на мастеровый боячек. Карта подстава с девятками. Если посмотреть на их сетап, у них прям очень хорошие танки. Млеха, два коня, К-91, два 704-х объекта. А у нас такие себе какие-то БЗ, проги, вазики. Кстати, что-то вазиков развелось. Их же вроде еще не апали, если я не ошибаюсь. Если кто-то знает что-то, чего не знаю я, напишите в комментариях. В общем, конечно же, еду на воду, ближе к этой реке. Оттуда можно встать как-нибудь ромбиком, от домика что-то пострелять. Видно, что я ни от кого не отстаю от этих девяточек. Прям лихо еду к этой позиции. Тут, если честно, места много. Можно встать хоть куда угодно, никому не мешая. Я принимаю решение встать за этот домик. За него не слева, а справа от горы Прагета поехал. Я здесь такой выезжаю и зарядил сразу же кумулятивы. Потому как все-таки девятки и крепкие восьмерки, думаю, сразу лучше пробивать. Дал два выстрела по К-91, пробил его, одним не попал, но не пробил. В принципе, неплохо. Решаю здесь встать за дом и перезарядить все три снаряда. Опять же, выезжаю от ромбика и ловлю просто шальное непробитие от 704. Пытаюсь вот его пробить, очень сложно. Кумулятивы там все-таки домики, всякие заборчики, объектики. Одним не получается, но зато вторым хотя бы пробил. И опять же, ухожу на перезарядку. Смотрю потихонечку как-то одним глазом на своих тиммейтов. Все как-то не очень радужно. Прагета зачем-то. Все-таки он и неплохо сделал, как бы он все-таки рассчитывает же на союзников. Поджался, там неплохо наносит урон. ВЗ вроде как сверху, там еще Крайслер, сбоку ВК. Вроде как-то все неплохо, но по хпшкам все печально. И ВЗ и Крайслер, они уже наладом дышат. Буквально остается на них чихнуть, и они умрут. Я принимаю решение тут отступить, потому как уже вижу, что начинают красненькие поддавливать. Долго мои тут не продержатся. Прагету, скорее всего, как я думал тогда, сметут буквально за 10 секунд. Но, если честно, он проживет немного дольше. Тут я перестраховался все-таки. Думаю, лучше сейчас уехать, нежели потом жалеть о том, что я не сделал этого раньше. Но, замечая, что Прагета что-то живет и живет, я такой думаю, а может быть остаться и попробовать с этого уже приборочка, с этой дорожки стоять наверху и постреливать. Но, если посмотреть на мини-карту, по сути, нас никто не прикрывает, кроме арты. Я такой думаю, ладно, обуздало меня желание помочь тиммейту, и я такой думаю, останусь здесь. Плохо не пробил Млеху, но, смотри, пробиваю. Тут еще и этого японца нового Тайпа, тоже пробиваю и ухожу на КД. Живой пока мой ВАЗик и ВК. Пока в них кеплится, как говорится, ХПшка, мы еще можем здесь постоять и неплохо так подержать это направление втроем. Вижу, опять же, по мини-карте, что подъезжает Канвей на сейв-позицию, на отстрельную ветку. Думаю, ну, уже вроде как и арта, и Канвей может нам помогать. И тут я вижу, что ВКшку забирают, остается один ВАЗик. Которого сейчас тоже убьют, и я начинаю отъезжать. Остается у меня два кумулятива. Думаю, сейчас их подстрелять и уже как-то пытаться под калиберами этих твердых пацанов начинать убивать. Все, ВАЗика забрали, и я тут подъезжаю. Остается чуть-чуть-чуть до второго снаряда. Тигр очень больно мне дает. На 400 практически урона даже больше, чем на 400 крово. Очень больно по мне все постреляли. Опять же, пробивает меня тайп. И все, натанковался я практически до смерти. Остался очень даже шотным. Ну, пока что живу. Это главное. Шотный танк, как говорится, неубиваемый танк. Но это, правда, на противников чаще всего распространяется это правило. Но и на меня это тоже правило в этом бою распространилось. Тут просто как скример выезжает этот 704-й, стреляет куда-то непонятно. Я ему даю одну тычку и начинаю пятиться. Потому как я, скорее всего, думал, что я не убью, конечно же, его еще за одну тычку. Но тут мне помогли и артоводы, и фугасный конвей. Отдаю ему еще одну тычку. Подъезжает еще, кстати, китаец. И все. По сути, тут в этой ситуации должен был бой закончиться. Но благо артовод вообще не нанес никакого урона. Забрали этого 704-го. Я пропускаю БЗ вперед. Потом, как он все-таки девятка. У него много хп-шек. А я очень ваншотный. Как говорится, вперед к нагибу. Китаец выезжает, они размениваются. Я добираю млеху. И все. Можно выдыхать. Данное направление мы сдержали. Конечно, заслуга немалая упала на союзников моих. Но я тут, кстати, неплохо пострелял. На 4000 уже есть урона. Как бы, ну, неплохо. И принимаем решение поддавить. Тут засвечиваюсь. Понятно дело, от коня. И вижу, что 704-й. Второй засветился. Но пока что он на меня не смотрит. Пока что я свожусь. Свожусь, свожусь. Оп, вижу. Ага. Хобот на меня повернул. Я быстро отстреливаю снаряд. И уезжаю. Потом он как. Нет. Лучше уж, как говорится, судьбой не играть лишний раз. И все, господа. Принимаю решение просто развернуться и в долгий путь отправиться по кругу карты. Конечно, пока ехал, большую часть противников расстреляли. Но они там, если честно, были все и шотные. Многого я не потерял. Все равно на том направлении я бы ничего не сделал. Там и артовод стоял, и 704-й. Но, скорее всего, ничего бы не получилось. Но мой, точнее, марш-бросок оправдался. Я заезжаю на гору, выезжаю сюда, и засвечивается 704-й двухшотный. Я спокойно свожусь, даю одну, перезаряжаю, даю вторую, забираю. И артовода, как говорится, на десерт. Почему бы тоже в комбилочку не отправить. Вот такой бой получился. Как по мне, довольно-таки неплохой. 5500 урона, 4 фрага. Кстати, я отметочку первую взял. 1700 опыта. И еще 200 тысяч нафармил чистыми. Если понравилось, жмите лайкусик, пишите комментарии и на канал подписывайтесь. Еще раз всех с праздником. Пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok